Боязнь наказания, попросту говоря, состоит в том, что человек боится нарушить слово Бога. Почему? Из-за угрозы наказания. Как из-за наказания тела, так и из-за наказания души. Это ирата оныш. Мы боимся, что нас накажут. Это боязнь легко достижима. Обратите внимание, он говорит, это легко достижимо. Теперь, а почему легко оно достижимо? Ведь всякий человек любит себя и опасается за свою душу. Что получается, мы себя не любим. Если у нас даже нет страха ирата оныш. Мы даже не боимся, что нас накажут. Получается, что мы не опасаемся даже за свою душу. До такой степени. Видите, куда все дошло. Нет ничего, что более оттолкнуло бы его от поступка, чем боязнь. Как бы это не причиняло ему какого-либо зла. Человек не хочет себе причинять зла. Не хочет. Поэтому явно он не сделает этот поступок. Что остановит его? Страх наказания. Согласно Рамхалю, это качество, этот страх у нас достигается очень-очень просто, очень легко. Что мы скажем на этом? Легко достичь этого уровня. Надо иметь голову. Этот страх постигается, как мы увидим, только посредством того, что мы осознаем, понимаем. Значит, по-видимому, если у нас его нет, мы чего-то не осознаем, не понимаем. Но мы снова возвращаемся к самой первой ступени осторожности. Там все это мы разбирали. Только считает Рамхалю, что это легко овладеть. По-видимому, там, на том уровне, где он находился, по-видимому, в том времени, в котором они жили. Это было действительно легко. Человек ходил с ощущением страха минимального в своем сердце. В наше время, увы, это исчезло. И такая боязнь, говорит Рамхалю дальше, пристала только простым людям. И разум которых не столь совершенен. Это не боязнь мудрецов и людей, чем разум совершенен. Вы видите, до какой степени. Я только что сказал все наоборот. Говорю, кто такое, кто может понять? Ну, кто думает, кто соображает? Это по нашим временам. А по тем временам, наоборот. Простой человек, простой человек. Простые люди. Им такая боязнь, она относится. Естественно, что в нашем поколении мы должны знать, что Алывай, Алывай, дай Бог, чтобы мы только удостоялись. Хотя бы, хотя бы, вот это Ира Таоныш. Боязнь и страха перед наказанием. Кто достигнет этого? Что-то необыкновенное. Во-первых, человек, он хотя бы осознает и понимает. Человек не делает плохих поступков. Не сделает дурного. Он не захочет себе причинить вред. Это основная... Это основа, на которой все строится. Хотя бы себе не навредить. Это надо действительно осознавать. Поэтому нам что нужно? Нам нужно вот такой вот Ира Таоныш. Смотрите, даже в предыдущих поколениях это уже было меньше. Если Галей Мусар говорят о том, что если бы не было рабо-истро-миселана, если бы он не видел его лицо в месяце илюли, то его ученики не могли передать до нас, что такое вообще страх перед Роша Шана, перед Судом Творца, перед Йом-Кипуром. Видеть только лицо людей, которые находятся в этом состоянии, этого страха постоянного, который невозможно даже представить себе. Былые времена в Ишиве, в Йом-Кипур и 10 дней покаяния. Творила такая атмосфера, что человек, который там хоть чуть-чуть не чувствовал этого, он просто не смог, не мог ему это выдержать. Он убегал от него. Потому, что это было ощущение такого страха перед настоящим судом о том, что сейчас вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот сейчас всё, не знаю, что сейчас произойдёт. Мы об этом только знаем из рассказов. Естественно, что каждый человек должен стараться осознать и понять о том, что любое его поступок в конечном итоге приведёт к плохому результату, к наказанию кого? Самого себя. И не только самого себя человек наказывает своим нарушением закона, но и весь остальной еврейский народ. И не только еврейский народ, но и весь мир, как известно. Всё связано одно с другим. Итак, первое, что есть, первый вид – это боязнь наказания. Ират Аоныш. Боязнь наказания. Второе. Второе. Второй вид – это боязнь величия. Это Ират Арамамут. Ират Аоныш, Ират Арамамут – это трепет, трепет, его лучше перевести трепет перед величием Творца. Тоже говорили об этом много. В чём он состоит? Это не страх, что сейчас вас накажут. Вовсе нет. Когда-то кто-то сказал очень точно. Это страх, что меня меньше любить будет. Например, иногда жена или муж ходят с ощущением, что если что-то не то сделаю, не так и отнесусь, то меня меньше будут любить. Это уж никто не наказывает вас. Но это уже некий страх. Но только тут мы увидим, что это ещё более высокий уровень. В чём он состоит? Говорит Арам Халь так. Боязнь величия состоит в том, что человек отдаляется от грехов и не совершает их из-за великого уважения к Творцу, благословенно имею его. Не из-за того, что он накажет Творец, а из-за полного этого сознания величия Творца. Как мы далеки от этого. Ведь как может сердце человека из плоти и крови, низкого и презренного существа, позволить себе или возжелать что-либо противоречащее воле Создателя? Благословенно и возвышенное его имя. И эта боязнь не так уж легко достижима. Ну, тут он же согласен, что это не так легко достижим. Почему? Поскольку она может зародиться только в результате осознания, осмысления и размышления о возвышенности его, благословен он и о низости человека. Что вам сказать? Мы это учим, уже много раз мы повторили, только просто, чтобы быть в курсе дела. По-другому нельзя ничего объяснить. Когда мы учимся то, как правило, вот этот основной процесс осознания, осмысления, размышления, мы всегда перескакиваем. Нет у нас этого, как правило. Есть, естественно, всегда исключения из правил. Но, как правило, мы перескакиваем через этот процесс осознания, осмысления. Кто о Боге думает? Кто освобождает время? А порой место, чтобы то ли уединиться, то ли даже, находясь где-то в синагоге, уйти в самого себя, чтобы сосредоточиться на осознании и размышлении о возвышенности Творца. Если человек себе действительно представит всю реальность мира, которую он сотворил, весь колоссальный космос, от глобальной макро до самого микро, физику, химию, все науки, которые есть, которые мы учили или не учили, мы наслышали о них. И все это сотворено в полной гармонии. Все это сотворено в полной координации одной от всех этих пластов, которые вроде не связаны друг с другом. Плюс человек, то есть, от его психологии, внутренний мир и все, что связано с ним и так далее. Мир идей, мир чувств. И все это вместе, единое целое, все Творец сотворил, и все сотворил для нас. И кто я? Видит себя как мясо, кровь, мясо, кости. Кто? Кто? То есть, человек. Пошел, поел. Творец вселенная, все сотворение мира великие дни. Знаешь, что? Тут пошел, тут кусочек мяса. Он уже все, забыл про все, уже побежал. Сейчас уже мясо не бегут. Торт кусок, кусок торта. Так побежал, увидел, сел кусок торта. Не с полной, это не соответствует. То есть, есть возвышенность Творца и низость человека. Когда человек будет уходить со всем ощущением, то действительно, что может произойти? Он не сможет ничего согрешить. не сможет из-за великого уважения к Творцу. Но только надо это осознать. Надо прийти к этому. Как тут сказано, осмыслить, размышлять о возвышенности Творца. И вещи эти могут быть рождены только понимающим, мыслящим разумом. Человек, который бежит без жизни, он занят постоянно, все время его голова и мысли крутятся вокруг этого мира, что достичь, как заработать, как показать себя достойным среди людей, произвести впечатление. Это, в принципе, основное. Зачем человек бегает за двумя вещами, как определили наши мудрецы. Человек бегает за деньгами и все, что можно приобрести за деньгами и за почестью. Потому что почесть деньгами не приобретешь. А человек, который имеет только почесть, а денег нет, тоже нехорошо. Поэтому человек хочет, как правило, и почесть, и деньги. И человек, вся жизнь посвящена только этому. И вот в этом мире, где голова человека, она занята только почестью и деньгами, нет места творцу. Он просто там не оставляет места для него. После этого удивляется, как так? Что-то я вроде как религиозный, но что-то сухо идет. Что-то не очень, не очень, не очень хорошо получается. Почему? Там нет места основному, нет места творцу. Человек занят другим. Так или иначе, а если бы место бы было, и человек начал бы размышлять, то, как тут написано, боязнь величия, оно может быть порождено. Только мыслящим разумом человек должен размышлять об этом. Надо уделить время этому. Надо читать книги мудрых людей, которые написали именно об этой теме и так далее. Именно эту боязнь, продолжает Рамхаль, мы определили как вторую из двух составных частей благочестия, обсуждающегося ранее. Из этой боязни человек исполнен стыда и трепета, когда он пристает перед Создателем в молитве или служении. Эта боязнь, украшающая благочестивых в нашем мире, о нем сказал, и бояться этого имени славного и грозного Господа Бога Твоего. Видите, кому достойно такой страх, такой уровень, человеку благочестивому. Это второй этаж, там, там, на уровне хасида. Хасид должен удостоиться, приобрести вот это качество, очень высокое, под названием боязнь величия, как его переводят, Ирата Рамамутс. То есть, трепет перед величием Творцом. Не так просто его добиться. А мы чем занимаемся? Мы залетели на там, на самую гору, на самую вершину. Мы говорим вообще о чем-то другом. если оказывается выше этого даже. Что это такое выше? Это называется Иратхет. Голория как-то у нас не помещается. Иратхет это всего лишь на всего боязнь греха. Чем это боязнь греха? Она выше, чем страха и трепета перед величием Творца. Вот ответ. А боязнь, объяснением, которым мы сейчас занимаемся, то есть, боязнь греха, это своего рода второй подвид упомянутой боязни величия. И в то же время самостоятельная разновидность боязни. Сейчас мы это объясним, эту фразу. Мы видим о том, что Ирата Хет, боязнь греха, Рамхал относит и к боязни величия, и это уровень сам по себе. Тоже интересный вопрос, почему он так это делает. Но давайте сначала поймем его смысл. Смысл ее в том, что человек постоянно опасается и волнуется относительно своих поступков, как бы не примещалось к ним нечто от греха. Или как бы не было в них чего-либо малого или большого, несоответствующего величию достоинства его благословенного величия имени. Это уже чуть-чуть вроде по-другому или еще пока еще непонятно. Смысл его в том, что человек постоянно опасается и волнуется относительно своих поступков. На чем делается тут акцент? На слове постоянно. Почему? В отличие от этого. Обратите внимание, что продолжает говорит Амхальд дальше. В этом мы видим большое сходство между этой боязнью, упомянутой раннюю боязнью величия. Ведь смысл обеих не сделать чего-либо противоречащего величию славы и в область различия. Различие между ними, из-за которого они считаются разными видами и по-разному называются, состоит в следующем. Боязнь величия Иратором проявляется во время действия или во время служения или тогда, когда человек избегает греха. То есть в момент испытания. Когда мы говорим Иратором человек живет совершенно спокойно, у него никакого испытания творец ему пока не послал. Он прошелся медленным шагом от холодильника к компьютеру. У него пока боязнь какой-то. Он пока в процессе. Ничего пока бояться не надо. Вроде бы все спокойно. Человек идет вроде по улице или еще что-ли. В доме находится вроде все защищено. Сумлетрясение вроде не предвидите. дверь закрыта. Он не когда нет испытания, то тогда вроде и нет не Иратор Оныш и нет Иратором Мамут. Когда Иратором Мамут, когда страх величия, когда он проявляется только в момент, когда человек стоит в молитве. Когда мы молимся, человек должен ощущать, что он стоит перед Творцом. С этого все начинается. Он должен в этот страх его обусть. Или в служении. То есть, человек выполняет митцву какую-то произносит благословение. Именно в это время стыдится и ощущает себя низменным и трепещет перед величием славы его. Как мы и сказали. В это время он стыдится и ощущает себя низменным. Чувствует, что он практически никто. Или тогда, когда перед человеком открывается возможность согрешить. И он знает, что это грех, воздерживается от него, дабы не нанести, не дай Богу, черво славы его благословенному. Это все уровень ират, аром и муд. Это уровень боязни величия Творца. В то же время боязнь греха проявляется во всякое время, в каждую минуту. То есть, каждое мгновение человек боится, как бы не сделал чего-либо или даже половину того, что умолило бы славу его благословенному. И это называется боязнь греха. Поскольку основа его боязнь, как бы грех не проник и не примешался к поступкам человека из-за халатности и лени или из-за невнимательности любым путем. О чем речь идет? Смысл этого величия, которое есть в боязни греха состоит в том, что боязнь греха это постоянное состояние, в котором человек должен находиться. как вы понимаете, это удел немногих. Это уровень действительно тяжело даже его представить. Даже тяжело себе представить, о чем тут речь идет. Но это определение, которое дает Амрамхар. Боязнь греха, ведь грех может прийти в любой момент. То есть грех может прийти как и снаружи человека, как испытание, которое творец вроде ему пошлет, то ли изнутри его. И если человек вроде закрылся, все стерильно, ничего, все кошерно, и вроде бы оградил себя от испытания снаружи, вдруг не с того, если какая-то мысль изнутри пришла, снова испытание, нельзя убежать от него. Мы никогда не знаем, когда оно придет. Если мы не находимся боиком, если не находимся в состоянии, что мы готовы его встретить, мы готовы с ним бороться, то есть это называется состояние страха постоянного. Мы пропустим, не заметим, пройдем мимо, сможем и согрешить. А что нам поможет? Единственное, что поможет противостоять, это вот этот страх, страх греха, что страх того, что мы можем допустить этот грех, как он тут пишет. Смысл в том, что человек постоянно опасается и волнуется, постоянно опасается и волнуется относительно своих поступков. Как бы не примешалось с ним нечто от греха, человек делает поступок, но он не уверен. А может быть, что-то все-таки не то. Опять же если мы начнем так себя вести, то скорее всего мы надо обратиться к психиатру. Но когда человек это делает из ясного и четкого осознания величия Творца, тогда это и есть Иратхет. Это Иратхет, это удел очень великих людей. Это есть Иратхет. В отличие от этого Ирата Рамамут страх величия, он в какой момент? Он, как тут сказано, это только в момент, когда во время самого действия или во время служения или тогда, когда человек избегает греха, то есть в момент испытания самого, а между этим и этим, мы не находимся в этом состоянии. То есть это уровень чуть пониже. Это уровень для благочестивых, это очень высоко, но тем не менее, оказывается, есть уровень еще гораздо более высокий, вероятно более высокий, это уровень называется Иратхет. Иратхет, когда каждое мгновение человек боится как бы не сделать чего-либо или даже половину того, чтобы моляла бы слава имени его. Вот это каждое мгновение, каждое мгновение, что оно означает? Что скрыто за всем этим? И почему мы говорим, что это вещь самая высокая, которая есть? Обратите внимание, я уверен, что вы часто встречали о том, что у нас как-то все время упоминается страх перед Творцом, как какой-то чуть ли не конечная цель. Многие высказания мудрецов по всем местам. О том, что человек достигнет Ира, достигнет этого страха, это Ира Ташем и Хохма. Это мудрость, мудрость это страх. И будет много-много высказываний есть на эту тему. Совсем понятно. Но когда мы понимаем, что речь идет про Ира Тахет, боязнь и греха, то есть того состояния, когда человек должен находиться в нем постоянно, мы вдруг начнем понимать, что это уровень практически для нас вообще не достижит. Что это означает? Вот что больше человека, больше всего на самом деле человека волнует? По-честному. Больше всего. Он сам человек готов быть религиозным. А что это означает? Он готов. Что это означает? Я пойду. Творцу я что нужно? Митсву дам. Что учеба? Тора? Сколько? Три часа? Три. Пойду. Пять? Восемь? Девять? Десять часов пожалуйста. При условии чуть-чуть для меня тоже. То есть например ребята учатся предположим в Ишиве. И они учат там целый день. Но иногда бывает знаете перед сном полчаса когда можно сказать и побежали куда-то. Поговорили жизнь началась. Вроде как что-то для меня. Так человек устроен. Он понимает о том что служение творцу это меня нет. А кто творец есть? А кто я мое? А мое мнение что творец есть? Несравнимо. То есть мы полностью себя как бы принижаем перед величием творца. Меня как будто нет. Помните мы говорили на эту тему очень много называлось Амидата Анова как мы называли по-русски не скромность а смирение смирение мы говорили об этом качество смирения. Человек должен быть смиренный то есть мое я мое высокомерие мое ощущение своего личного достоинства должно быть но если только мы начнем осознавать и сравнивать себя с величием творца то мы понимаем что пониже еще ниже еще ниже вообще если можно вообще убрать было бы лучше всего скажите человек может убрать вообще на уровне где мы находимся естественно что это невозможно теперь на уровне человека благочестивого там что-то остается что-то какая-то видите тут есть страх величия так оно когда проявляется только время от времени а между остается мне какие-то крупинки для самого себя иратахет страх проступка страх греха он тотальный он когда постоянный что это означает означает что моему я нет места вообще это означает что понятие под названием эгоизм то самое которое лежит вообще в основе всех обсуждений которые мы с вами тут говорим и все что мы делаем это просто чтобы убрать его убрать чуть меньше и меньше сравнивать самых разных сторон и самых разных проявлений качества тут оно мы его добиваем почему потому что если человек находится перед творцом в постоянном ощущении его величия и он знает о том что он не может делать шаг он знаете это под колпаком полностью но только мы тоже под колпаком но только не понимаем знаете на что мы похожи мы похожи на муравьев человек сейчас на них наступит но ему в голову не приходит что кто-то на них может наступить они спокойно они там занимаются устройством своих лабиринтов сейчас кто-то раз или какой-то сейчас там вода раз и все с мыла так и мы мы ходим мы уверены бегаем по этой жизни как будто мы я сам себя сотворил я причина что я живу я скорее всего бессмертный и ходит с ощущением что он вообще не прекратит жить это ощущение на самом низком уровне человек без головы а человек с головой там повыше что у него самое основное что он он видит о том что где я где творец поэтому человек который достиг уровня боязни греха это человек который достигает он полностью выжигает в себе свой эгоизм нету нету вот это обращение обратите внимание о том что боязнь величия оно не обязывает нам полностью сто процентов наш эгоизм убрать он оставляет место моему я и рата хэт не оставляет никакое место ничего что должно быть должно быть полное 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 подавление моего я как раб который находится в постоянном напряжении чтобы удовлетворить желание своего господина это постоянный страх о том что чтобы успеть предвидеть ничего не нарушить мы к сожалению в этой реальности уже не живем но это тот уровень в всяком сомнении который человек должен достичь когда он осознает и понимает величие творца там на самом верху это все находится поэтому тут и упоминается обратите внимание понятие такое именно в это время стыдиться ощущая себя низменно не тут место может быть еще дальше упомянем но ощущение стыда это есть ощущение отсутствия своего величия человек стесняется это человек который уже чуть-чуть себя смог принизить ощущение себя неизменным опять же таки я надеюсь то что все понимают мы уже так забрались так высоко чтобы человек только не начал все это по отношению к себе применять и на нашем уровне мы не должны быть людьми приниженными и стыд это в любом случае нам хорошо а ловай чтобы мы стыдились в наше время если кто-то еще краснеет то это что вы знали это такое достоинство которое такого человека надо куда-то в рамочку или не знаю куда-то его поместить куда-то окружить его чтобы показывать в качестве примера видите еще есть люди которые краснеют есть еще понятие буша есть еще понятие стыд ну мы чуть-чуть разобрали что такое страх греха и так снова подведем итог три уровня есть на уровне первом праведности это ирата оныш это боязнь наказания на это же выше у людей благочестивых это иратором эмоций это боязнь величия творца трепет перед ним и на самом высоком уровне который уже требуется отмены моего я это страх греха это постоянное ощущение постоянное на этом делается все весь как бы дагеш ударение каждое мгновение человек боится как бы не сделал чего-либо что молило бы славу имени его и это называется боязнью греха продолжаем мы поскольку основа ее боязнь как бы грех не проник и не промешался к поступкам человека из-за халатности и лени или из-за невнимательности любым путем об этом сказано в притчах счастлив человек боящийся постоянно мы знаем всю эту фразу сказано это в притчах соломоновых действительно человек который он боится все время речь о чем идет о теперь мы понимаем что он имел ввиду ирата хет не ирата а именно ирата хет боязнь греха это постоянно такой человек действительно по-настоящему счастлив почему он застаивается этого мира того мира и объясняет наши мудрецы в трактате Бархот это сказано о словах Торы потому что даже в то время когда человек не видит приткновения перед глазами нужно чтобы сердце трепетало в груди его вдруг оно это приткновение скрыто на его пути а он не остерегается этого ай-яй-яй это ощущение постоянное внутри души человека когда он находится все время на чеку это постоянный страх не дай Бог что-либо не нарушить не дай Бог сделать какой-то грех я такой боязни сказал Моше наш учитель и ради того чтобы был страх его на ваших лицах дабы не грешили так книги шимот ведь в этом основа боязни чтобы человек боялся и трепетал постоянно чтобы человек боялся и трепетал постоянно так чтобы она не покидала его и тогда он наверняка избежит греха а если и не избежит то считается ему грех как вынужден ну скажите человек который находится в постоянном ожидании сейчас он стоит сейчас что-то произойдет естественно как только что-то произойдет его внезапно никто не человек стоит например на будке и сторожит сторожили на будке есть которые спят сразу же есть которые первые пять минут следят что-то происходит есть которые стоят на вахте это целый весь срок и уходят от нее тот кто заснет или человек который невнимательный потерял бдительность его любой враг может неожиданно его захватить а человек который постоянно следит постоянно следит сейчас кто кто что его никогда врасплох не разостанете так и человек его человек боясь не греха его грех не застанет почему он все время на чеку то что он говорит чтобы человек боялся и трепетал постоянно так чтобы она не покидала его и тогда наверняка избежит греха а если не избежит то засчитается ему как грех вынужденный то есть человек который находится в таком напряжении в ожидании греха ждет чтобы его преодолеть его чтобы избежать его даже если действительно что-то произойдет и творец судит нас за что за намерение которое есть а не за результат то что это произошло это уже по видимости какие-то дополнительные причины поэтому этот грех засчитывается как вынужденный по-другому оценивается творцом и сказал пророк Ишаяу и на это устремлю я взор на бедного и несчастного духом и на трепещущего перед словом моим тоже отсюда тоже мы учим о том что речь идет о человеке несчастного духом только человек который смог себя принизить и только тот он тот кто трепещет перед словами моими и царь Давид тоже ставил это то есть страх перед всевышним себе в заслугу говоря псалмах своих вельможи последовали преследовали меня без вины а сердце мое трепетало из-за слов твоих то есть меня гонялись гонялись из-за мной хотели меня убить без вина кого я боялся я их боялся нет а кого я боялся я боялся только из-за слов твоих только перед творцом я боялся это ират иратахет иратахет это уровень самый высокий который есть и вот что нам сейчас говорит дальше рамхаль он говорит о том что в иратахет в самом иратахет в самой боязни греха оказывается есть еще еще и вершины есть и там есть еще вершина снова напоминаю уже который раз это не для нас все но мы хотим понять что там происходит что там наверху происходит так вот там наверху оказывается есть эталон эталон нужно на что-то смотреть и сравнивать себя с каким-то эталоном где эталон страха который в принципе может существовать еще находим что великие возвышенные ангелы постоянно дрожат и трепещут перед величием господа так что мудрецы так что мудрецы сказали в притче сейчас мы дойдем до притчи что мы что сейчас рамхаль нам приведет кой пример он нам покажет о том что пример эталон на который нужно равняться это страх ангелов видите куда человек должен забраться помните мы уже много тоже раз много раз говорили о том что человек рождается как дикий осленок так он начинает свою жизнь а должен закончить как ангел когда ангел как он закончить как ангел вот вам вот вам уже мы начинаем приближаться к этому состоянию самому великому который может только быть когда человек достигает этого уровня постоянного страха перед величием творцом не дай бог согрешить называется иратахет а самая его вершина вершины которую мы можем учить это эталон это страх ангелов которые трепещут и дрожат перед величием творца поэтому мы учим из у них только про образ того куда мы посредством нашего свободы выбора сами должны захотеть прийти у них это страх по внутреннему состоянию их творения почему потому что скорее всего мы что-то сильно не понимаем например в вашем вопросе кроется наше общее непонимание что такое реальность творца потому что от нас его реальность скрыта поэтому у нас вообще нету сердца боязни у ангелов эта реальность она полностью открыта поэтому не имея даже выбора а будущее как бы запрограммированным устройством они постоянно находятся в состоянии страха и трепета видимо что-то нам это непонятно откуда они появляются интересная как тут сказано притча в трактации Хагига это самый высокий уровень это постоянный трепет то есть это Ирата Хец и тут сказано огненная река откуда она выходит что за огненная река Нагар-Динур кто знает и слышал про нее что-то какие-то загадочные названия что за река эта огненная которая она есть она мы должны знать о том что ангелы они сотворены из этого огня и в этот огонь они возвращаются то есть они возвращаются к своему корню а откуда вообще этот огонь этой реки откуда он появляется откуда он выходит из пота хайот что такое хайот хайот это одна из разновидностей ангелов одной из самых высоких то есть есть ангелы временные которые творец он творит только для того чтобы они исполнили какое-то послание какую-то должность и как только они закончили они самоуничтожаются а есть ангелы постоянные теперь понятие ангела мы тут не разбираем это понятие очень высокое очень духовное ну просто надо знать это вот одно из этих уровней уровней ангелов называется хайот и вот это место откуда ангелы они исходят это огненная река она же и образовалась от чего от пота этих хайот от этих ангелов апа а пот откуда появился откуда пота появился она появилась от страха это от страха который владеет ими постоянно перед величием его они видят величие творца они находятся в постоянном страхе под плюс опять же таки это образные выражения человек не должен представлять себе ангелочка которого который поднял глаза и у него подпалился чтобы не было детского сада эти понятия очень абстрактные очень духовные чтобы мы только не пришли к какому-то заблуждению это от страха который владеет ими постоянно перед величием его как бы не упустить чего-либо из тех почестей которые надлежит воздавать ему из-за той святости в которой следует пребывать находящимся перед ним ангел постоянно находится поэтому нельзя ему упустить никакой почести которое необходимо ему сдавать и всякий раз когда в каком-то месте открывается присутствие Всевышнего оно это то есть это место сотрясается дрожит и трепещет как говорит писание в салмах земля дрожала и даже небеса таяли перед всесильным еще сказал пророк Ишаяу если бы ты разорвав небеса снизошел растаяли бы перед тобой горы перед Творцом все должно трепетать дрожить дрожать сотрясаться поэтому мы понимаем о том что все полностью все наше существование абсолютно полностью оно дано нам существуется и не существуется все полностью зависит от реальности Творца то мы бы не точно трепетали мы бы застыли в страхе и не могли бы ничего делать но когда человек работает над собой и уровень за уровнем ступенька за ступенькой поднимается силы разума своего то он может достичь уровня этих ангелов да может достичь и если ангелы так которые в принципе они запрограммированные устройства тем более людям следует дрожать и трепетать говорит нам и тем более людям следует дрожать и трепетать знает что они постоянно стоят перед Всевышним постоянно и что легко им совершить то что не соответствует величию славы его это общее состояние которое должно быть у нас это опять же таки на определенном уровне поэтому сказано говорит царь Давид у нас это это начинается я как бы себя сравниваю с реальностью творца постоянно и говорит посмотрите Рамо тоже когда человек просыпается первым делом мы говорим благодарность творцу то есть человек он должен проснуться первое ощущение которое должно быть о том что ребенок ты вернул мне жизнь ощущение его присутствия в этом мире тем более людям следует дрожать и трепетать знает что они постоянно стоят перед Всевышним постоянно находятся перед ним и еще дальше приводит он высказывание из книги Йов сказал Элифас Йову что есть человек чтобы быть ему невинным и разве оправдается рожденный женщин ведь и святым ангелам своим он не доверяет и небеса нечисты в очах его и еще сказано там же вот служителям своим он не доверяет и в англах своих находит порог тем более относится это к живущим в плоти основа прах что будут повержены перед червем могильным не будем ходить в понимание очень глубоких этих фраз но смысл их один и тот же поэтому очевидно что каждый человек должен пребывать в постоянном страхе и трепете как сказал Элию там также из-за этого трепещет сердце мое и будет рваться с места слушайте слушайте содрегаясь голос его это истинная боязнь которая должна быть запечатлена в сердце каждого благочестиво и не оставлять его это пример который есть пример очень-очень существенный который они нам приводят это пример трепета и страха и прегрешения которое есть у ангелов только у них там нету понятия греха а чего они боятся как мы сказали не дай бог они не воздадут творцу той меры святости которая ему полагается уделить это одна часть о которой мы говорили это понятие что такое радхет мы с вами разобрали понятие страха прегрешения страха греха страх греха это постоянное ощущение с которым человек ходит которое не позволяет ему согрешить ни в какую минуту а даже если он и согрешит он находясь в таком состоянии это ему как бы не засчитывается за большое прегрешение отсюда и дальше мы правда уже боюсь что мы не успеем но мы начнем по крайней мере рамхал входит в составные части этого ощущения страха и боязни греха в этой боязни говорит нам рамхал можно выделить две части одна относится к настоящему и будущему а другая к прошлому видите подобную же картину мы видели в осторожности ступеньки осторожности когда тоже там когда мы говорили что человек делая любое деяние должен думать о прошлом должен построить критерии по которым он должен жить смотреть живет по ним он да или нет и смотреть каким результатом это приведет в будущем так и тут в каком-то смысле но на гораздо более высоком уровне сказано что это боязнь греха она как бы состоит из двух частей одна относится к настоящему и будущему а другая к прошлому первое заключается в том что человек боится и переживает о том что ему предстоит сделать как бы не примешалось к его делам нечто умоляющее славу Господа был славен он как я писал выше то это о чем мы говорили человек находится в страхе не дай бог чтобы не согрешить чтобы не умолить величие творца вторая относящаяся к прошлому заключается в том что человек постоянно думает об уже сделанном и боится что неосознанно совершил своими руками какой-то грех как мы видим это на примере Боба Бэмбута который каждый день приносил жертву Ашам Талуй Ашам Талуй это жертва приношения которое приводит его в случаях когда есть сомнения человек совершил грех или нет вот он жил все время с ощущением о том что а может быть я согрешил я может да а может нет может да а может нет поэтому он каждый день приносил жертву Ашам Талуй и так же поступал Йов после того как его дети устраивали пир он вставал с восходом и приносил жертву и все сожжения по числу всех детей говоря а может быть согрешили сыновья мои иди знай может быть они были безгрешными они были праведными и тем не менее иди знай может быть какое-то слово какое-то деяние какая-то мысль она была не совсем согласно ихнему уровню служения и он приносил эти жертвоприношения то есть давайте подведем итог о том что две части две составные части есть в страхе и прегрешение первое в том что человек боится переживает что будет и что есть не дай бог я согрешу а второе он это страх о прошлом а вдруг я был неусмотрительным вдруг я не заметил я пропустил и не дай бог все-таки я согрешил расскажу вам только одному и все под конец рассказываю про Саба Минавардак однажды он шел в другой город со своим учеником и они всю ночь шли это не как сейчас они как всю ночь ехали сейчас даже не едут всю ночь и где-то под утро им попалась по дороге телега и они сели на телегу и он заснул он заснул как вы знаете заснул еще тогда когда было темно молиться еще нельзя было когда он проснулся он вдруг видит солнце высоко уже он увидел солнце потерял сознание на него вылили воду он встал он говорит прошло время прошло уже сказал мученик по положению солнца по-видимому еще можно еще можно сказать креатшма согласно последнему знаете гаону из Гаона по самому такому одоленному ограничению которое есть все еще можно сказать креатшма он сказал креатшма и снова потерял сознание после этого он говорит ты уверен в том что можно было сказать мне кажется что да я уверен так они приехали они встретились через 7 лет он рассказывает этот ученик как бы в своих воспоминаниях первое что сказал Заваминавар он сказал скажи мне ты уверен о том что я тогда это сказал вовремя это или нет тот стал уверять что все нормально все что это было вовремя он успокоил вроде всего успокоился они встретились через 8 лет после этого первым делом он без без здрасти он говорит ты помнишь что произошло когда мы с тобой ехали ты уверен о том что действительно тогда это было 15 лет он говорит после этого я его не встречал поэтому не знаю что дальше произошло он говорит ну а 15 лет первым делом что он постоянно кодился с ощущением не дай бог я согрешил это называется Ират Ахет ну Безрат Ашем все мы с вами продолжим в следующий раз дальше пойдут тоже примеры о том что такое Ират Ахет в следующий раз